Дорогие братья и сестры! Итак, мы продолжаем наш цикл, и сегодня поговорим об одной очень важной и значимой теме, а именно об отношении к критике, о научном и правильном и конструктивном и адекватном отношении к критике. Каким должно быть наше отношение к критике в наш адрес? Здесь в первую очередь, конечно же, мы говорим о критике научной, околонаучной, но в первую очередь мы говорим о критике религиозной деятельности. Каким должно быть отношение религиозного деятеля к критике в свой адрес, чтобы оно было научным, конструктивным и адекватным? Здесь в первую очередь необходимо заметить, что реакция и отношение к критике должно исключать эмоциональную составляющую. Ни в коем случае, ни при каких условиях нельзя воспринимать критику на свой личный счет и на этом фоне эмоционировать. Если вы взялись за какую-то научную деятельность, которая предполагает некую общественность, и тем более, если вы взялись за религиозную деятельность, которая непременно предполагает общественную составляющую, то вы должны понимать, что в любом случае к вашей деятельности подойдут критически, ее будут критиковать. Где-то уместно, где-то неуместно. Где-то эта критика будет обоснованной, а где-то эта критика не будет обоснованной. Но ни в одном, ни в другом случае нельзя. Нельзя, и мы чуть позже скажем, почему нельзя. Нельзя эмоционально реагировать на эту критику и воспринимать критику на свой личный счет. Как же необходимо относиться к критике? Необходимо в первую очередь сосредоточиться на аргументах и фактах, на доводах. На которые опирается критикующий. Необходимо тщательно изучить его позицию, изучить его долгие аргументы. И только потом принимать решение, как реагировать на эту критику. Таким образом, ни при каких обстоятельствах до ознакомления с критикой, до подробного ознакомления с критикой, никаких действий предпринимать просто-напросто нельзя. Нужно выслушать своего критика, нужно прислушаться, нужно понять его и только потом уже делать выводы. Не услышав его позицию, не услышав его аргументы и доводы, игнорируя его аргументы и доводы. Мы выдадим исключительно неадекватную и деструктивную реакцию. И только после того, как мы ознакомились с позицией нашего критика, нам необходимо... Если эта критика обоснованная, если эта критика конструктивная, если эта критика основана на крепких и неопровержимых доводах, нам необходимо принять эту критику во внимание, иметь эту критику в виду. Если есть возможность, то в будущем исправить свою деятельность, исправить свои взгляды и убеждения. А если эта критика необоснованная, деструктивная, ни на чем не основанная, высосанная из пальца, то продемонстрировать необоснованность. Этой критикой основываясь также на доводах и аргументах. Необходимо строить диалог исключительно в конструктивном русле. Но, как я уже сказал, если это критика обоснованная, если мы видим, что да, на самом деле мы где-то совершили ошибку, где-то что-то упустили, где-то поспешили с выводами, где-то поддались эмоциям, они основывались на каких-то доводах и аргументах, то необходимо признать свою ошибку. Признать свою ошибку и улучшить свою деятельность, свою работу, приняв во внимание эту самую критику. И это в первую очередь, дорогие братья и сестры, касается нас, подследователей Ахребейта, алейкум, салат и салам. Мы должны воспринимать этот процесс взаимокритики как необходимый и жизненно важный процесс. Как процесс, который мы можем использовать для хранения выгоды, для своей пользы, для своего развития и для своего прогресса. Принять во внимание точку зрения противоположной стороны, его аргументы и использовать эти самые аргументы и эту точку зрения для того, чтобы развиваться и прогрессировать. Это может быть совершенно разным образом. Иногда обратите внимание, я приведу из своего примера. Очень часто я сталкиваюсь с критикой, которая, на мой взгляд, необоснованна. Например, где-то кто-то неправильно меня понял. Где-то кто-то сделал неверные, неправильные выводы. Я отчетливо и ясно вижу, что мой критик просто меня не понял. Это я привожу в качестве примера. Итак, моя реакция может быть следующей. Я могу взять и, например, унизить его. Посмеяться и поглумиться над тем, что он настолько недалекий, что не смог меня правильно понять. Но правильнее будет даже эту критику, необоснованную, поспешную. Критику, которая является следствием непонимания или недопонимания. Даже эту критику я могу использовать для своего роста и для своего прогресса. Каким образом, вы спросите. Я сяду и подумаю. Что же я не так сказал? Где же я был невнимателен? Что не смог донести свою мысль? Не смог правильно изложить свою позицию? Что мой слушатель меня неправильно понял? Где я совершил ошибку? Где я был невнимателен? Где я использовал неподобающие слова? Неподходящие, точнее, слова. И какие слова я могу использовать взамен этих слов для того, чтобы еще лучше, еще понятнее, еще доступнее излагать свою позицию? Как еще я могу переформулировать свою позицию, чтобы в будущем избежать вот этого вот недопонимания со стороны своего слушателя? Поэтому мы видим, что даже в тех случаях, когда критика совершенно не обоснована, критика является следствием недопонимания, то же в этих случаях мы можем использовать эту критику для своего роста и своего развития, для того, чтобы улучшить в дальнейшем свою деятельность. И именно такой подход является конструктивным и адекватным к любой критике, как обоснованной, так и необоснованной. Итак, таким образом, нам необходимо в первую очередь исключить эмоциональную составляющую, акцентировать и сконцентрироваться на доводах, аргументах, фактах нашего критика. Если мы обнаружим, что эта критика обоснованная, то использовать для улучшения своей работы. Даже если эта критика необоснованная, так же мы можем использовать эту критику для улучшения своей работы. Я уже ранее сказал, как это можно сделать. А если мы видим необходимость в том, чтобы ответить на эту критику, как-то опровергнуть эту критику необходимо, опираясь на доводы и доказательства, на анализ и разбор этой критики, опровергнуть эту критику. Если же мы в этом никакой необходимости не видим, не видим смысла тратить на это свое время, то мы берем во внимание эту критику, используем ее настолько, насколько это возможно, для того, чтобы развиваться и улучшать свою работу, и идем дальше работать. вместо того, чтобы поднимать шум, поливать кого-то грязью, вместо того, чтобы орать и кричать налево и направо, что вот как посмел кто-то меня раскритиковать, как кто-то посмел открыть рот против меня, вместо этого необходимо просто пройти мимо, если мы считаем, что наш критик не заслуживает того, чтобы у него критика не заслуживает того, чтобы на это обращать внимание. Мы берем это во внимание и идем дальше. И чуть позже я скажу, почему так необходимо поступать, и в чем необходимость такой модели поведения, в особенности, когда речь идет о религиозном деятеле, у которого есть последователи среди религиозного сообщества. Одним из деструктивных и неадекватных моделей поведения в подобном случае, когда нас критикуют, это поиск недостатков в критикующем. То есть мы видим, что кто-то нас критикует, например, кто-то говорит, что мы неясно и непонятно разговариваем. Ну, например, и совершенно неадекватным и деструктивным является наша реакция, когда мы говорим, а ты сам как разговариваешь? Посмотри, как ты сам разговариваешь. Разве ты понятно и доступно излагаешь свои мысли? Это деструктивное отношение к критике. То есть, когда мы, услышав критику, тут же бросаемся искать недостатки в критикующем. Это, кстати, эквилиционирование является очень распространенной моделью поведения. Абсолютное большинство людей реагирует именно таким образом на критику. И это незрелое отношение к жизни, это незрелое отношение к критике, это незрелое отношение к мнению и позиции других людей. Это детское отношение. И с этим отношением, дорогие братья и сестры, мы все прекрасно знакомы. Еще с очень-очень маленького возраста. Когда один ребенок говорит, что, например, у тебя не хватает того или иной вещи, у тебя есть тот или иной недостаток, и в ответ этот ребенок находит недостатки в другом ребенке, который его только что критиковал. Говорит, а ты сам такой. Этот метод называется сам дурак. Сам дурак. Тогда в ответ на критику мы находим недостатки и указываем, неважно, эти недостатки на самом деле наличествуют в нашем критике или нет, мы находим недостатки и указываем своему обидчику на то, что он сам дурак. Например, один ребенок говорит, вот там ты одежду испачкал. В ответ на это тот отвечает, а ты сам вчера свою одежду испачкал. Это детское отношение к чужой позиции, к чужому мнению. Взрослые так себя вести не должны. Это деструктивное и неадекватное отношение к критике. Почему? Давайте укажем на этот момент. Вот представьте себе, ребенок испачкал одежду. Его старший брат говорит, ты испачкал одежду. Почему ты испачкал одежду? Вместо того, чтобы принять во внимание эту критику, ребенок говорит, ты постоянно, время от времени, свою одежду пачкаешь. Например, вчера ты испачкал свою одежду. Ты сначала пойди и сам научись не пачкать свою одежду и потом уже приходи, мне указывай. на то, что я пачкаю свою одежду. Мы чуть позже в будущих циклах объясним, откуда вот это вот детское поведение вообще берется. Что является корнем подобного незрелого и детского отношения. Но обратите внимание, разве то, что мы сказали, что он сам пачкает часто свою одежду, разве как-то влияет на тот факт, что мы на самом деле испачкали свою одежду. Например, мне говорят, что я неясно и недоступно изъясняюсь. я в ответ своему критику говорю, так ты сам пойди сначала научись правильно излагать свои мысли, доступно излагать свою позицию, потом приходи критикуй меня. И что от этого, от моего вот этого ответа изменилось? я стал яснее и доступнее излагать свои мысли. Если во мне на самом деле есть такой недостаток, если на самом деле я не совсем понятно и доступно излагаю свои мысли, то я должен благодарить своего критика, расцеловать его в благодарность, сказать спасибо большое, что указал мне на вот мой недостаток, я пойду поработаю над собой и стану благодаря тебе лучше, исправлю свой недостаток. Даже если сам мой критик абсолютно не умеет излагать свои мысли, даже если он очень криво и очень недоступно разговаривает, зачем мне переводить стрелки? Если на самом деле во мне есть недостаток, то его слова просто сподвигнуть меня на то, чтобы я исправился и улучшился в этом отношении. А если его критика необоснованная, если его критика неуместная, я могу объяснить ему, почему он не прав. Я могу донести ему фактами и доводами и доказательствами, что нет, ты ошибаешься. Вот эта мысль, которую, как ты считаешь, я не совсем доступно донес. Я донес более чем доступно. Возможно, ты был невнимателен, возможно, ты просто не услышал до конца меня или слышал меня только середину моей речи. Так или иначе, могу обосновать или попытаться обосновать, что мой критик не прав, но искать недостатки в нем самом это крайне деструктивное отношение. И у этого отношения есть очень горькие, очень горькие и нежелательные последствия. Да, и замечу, что это очень удобный метод манипуляции на самом деле. Вот этот метод сам дурак это очень удобный и действенный метод. Как я уже сказал ранее, большинство людей, абсолютно большинство людей незрелые. У них нет научной зрелости. Они с детства привыкли пользоваться этим методом. И научной зрелости у них нет. Поэтому очень многие люди, в частности политики, профессиональные апологеты, люди, которые ведут общественные дискуссии, общественные споры, полемики и так далее и там подобное, на телевидении, на политических дебатах и так далее и там подобное. Они прекрасно знают, что метод сам дурак очень хорошо влияет на абсолютное большинство людей. Они прекрасно понимают, что это очень хороший метод убедить толпу в своей правоте и в неправоте своего оппонента. и поэтому они этим очень часто пользуются. И, к сожалению, в силу незрелости абсолютного большинства людей и непонимания ими научного отношения к полемике, дискуссии, критике, это на них, на эту самую толпу очень хорошо действует. И многие люди этим очень умело манипулируют. Например, я приведу пример из своего примера. У меня очень много примеров. Я всю жизнь с этим методом сам дурак сталкиваюсь. Например, один из моих оппонентов по имени Аброр, когда я ему привел доводы и доказательства, процитировал хадисы, которые он признает достоверными, он сказал, а почему ты не прочел хадис до конца. Это тоже из этой серии, из серии сам дурак. Или преподнесся все так, как будто бы он умеет говорить на арабском языке, прекрасно говорить на арабском языке, а я не умею разговаривать на арабском языке. Мне, как человеку, который прекрасно знаком с научным методом ведения дискуссии и с научным отношением к этому процессу, я прекрасно понимаю, что умею я говорить на арабском языке или не умею, это никак не влияет на то, обоснованные мои доводы и аргументы или нет. Если мои доводы, которые я привел тебе, уважаемый Аброр, они обоснованы, то прими их, а если они не обоснованы, то также научно и на фактах и на аргументах опровергни это. Но чем ты занимаешься? Ты занимаешься тем, что ты говоришь, а вот ты не знаешь арабского языка. Предположим, я не собираюсь в научной дискуссии доказывать какое-то свое умение, какой-то свой навык, какой-то свой скилл, потому что это не имеет никакого отношения, ровным счетом не имеет никакого отношения к теме нашего обсуждения. Это просто-напросто уход от темы и манипуляция общественным сознанием. И мое отношение, кстати, мое нежелание ввязываться вот эту детскую игру в детскую игру сам дурак воспринимается обществом и толпой, как будто бы я на самом деле не знаю арабского языка или не умею разговаривать на арабском языке. Люди не понимают, что у меня нет цели самоутвердиться, доказать какие-то свои навыки, умения, преподнести себя на блюдочке, что вот смотрите, какой я красивый, умный, какой я начитанный, какой я интеллигентный, мне нет такой цели. Я хочу доказать определенный вопрос, хочу доказать, что после посланника Аллаха религию необходимо брать Аллаха и Ахля и привожу для этого хадис о двух драгоценностях. Все, вот что я хочу доказать. Я привожу довод в пользу этого, а мой оппонент говорит, ты не умеешь разговаривать на арабском языке. Зачем мне ввязываться вот в эту игру, вот этот обмен, сам дурак, или мои доводы обоснованы, моя позиция обоснована, то прими ее, если нет, то просто-напросто опровергни. ты не до конца прочитал хадис, ты не умеешь разговаривать на арабском языке, у тебя нет знания тех или иных вещей, никакого отношения все это не имеет к теме нашего обсуждения. Но при этом, я не знаю, намеренно такие люди, как Аброр, они осознанно, будучи профессионалами в этом деле это делают, или же нет, это изжидки их детства, они еще с детства привыкли к этому методу сам дурак, и от нее просто-напросто не отделались. Итак, давайте теперь поговорим о недостатках деструктивного отношения к критике. Мы уже перечислили несколько методов, несколько реакций, несколько отношений, которые являются деструктивными в этом вопросе. например, эмоциональная реакция. Принятие критики на твой личный счет, уход от темы, уход от фактов и доводов и доказательств, которые предоставляет наш критик, и переведение стрелки на исполнительный цикл. это все деструктивное отношение критики и научной дискуссии. Итак, какие же имеются недостатки у этой деструктивной и пагубной методики? методики? Точнее, этих деструктивных и пагубных методик? В первую очередь, и это очень важно, это отвлекает внимание людей от сути вопроса. как мы это видели неоднократно, как я лично неоднократно видел, это отвлекает от сути вопроса, как самих критикующих и критикуемых, как самих дискутирующих, так и их зрителей. Вместо того, чтобы спросить, например, это то, что я с оброром не вижу, это всего лишь примеры, для того, чтобы были хотя бы какие-то наглядные примеры, чтобы наше обсуждение не было исключительно абстрагировано. Хотя, конечно же, я не считаю, что абстрагированные обсуждения являются чем-то вот прям плохим, но некоторым людям и очень многим людям, к сожалению, необходимы конкретные примеры для того, чтобы они могли вопрос и саму суть вопроса правильно понять и представить ее в полной мере. Итак, например, я привожу хадис о двух драгоценностях для того, чтобы доказать Аброру, что после посланника Аллаха религию необходимо брать из Корана и ахляльбейд алейхимус салат ассалам. А он переводит так как проявляет деструктивное отношение к нашему обсуждению, он переводит обсуждение на меня. Говорит, что почему ты хадис не прочитал до конца, почему ты в этом хадисе одно слово перевел дважды или произнес дважды, или говорит о том, что я не умею разговаривать на арабском языке. Он этим самым просто уводит тему от сути нашего обсуждения. И, к сожалению, слушатели также не понимают, они даже не улавливают, что нужно понимать, они не понимают, что а где же ответ на критику, а где же ответ на доводы и доказательства, в чем заключается твой аргумент. Они даже не думают, они даже не видят нужды в том, чтобы задаваться этим вопросом. Они говорят, да, 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 вот он этого не знает, он не знает, он хадис не до конца по каким-то причинам не досчитал или перевел одно слово несколько раз, он не умеет разговаривать на арабском языке и все. И у них складывается, скажем так, определенное негативное представление обо мне, которое я никоим образом даже не собираюсь опровергать. Почему? Потому что я сконцентрирован на теме вопроса. Если завтра мне кто-то скажет, давай сядем и посмотрим, знаешь ты арабский язык или нет, докажи нам арабский язык. Если я знаю арабский язык самым лучшим образом, лучше всех на этой земле, знаю в идеале, я не сяду с ним и не буду доказывать, что я знаю арабский язык. Почему? Потому что я относительно себя ничего доказывать не хочу. Я в принципе не хочу себе призывать говорить о том, какой я хороший, какой я умный, вот сколько я умею, сколько я знаю и так далее. Мне это не интересно. Наоборот, я заинтересован в том, чтобы люди были о моих научных знаниях, о моих умениях, наихудшего мнения. Мне лично это интересно. Я такой человек. Если бы я мог бы себе позволить, то я все время себя принижал бы, все время себя критиковал бы, все время себя говорил бы о своих недостатках и так далее. почему? Потому что мне неприятно. Мне не нравится, когда люди восхищаются со мной. Люди говорят обо мне высокопарно. Не нравится. Поэтому я с удовольствием себя критикую, принижаю. Иногда этого мне нельзя делать. Я понимаю, что этого нельзя делать по тем или иным причинам в силу той деятельности, которой я занимаюсь. Я не должен этого делать. Просто-напросто перед Богом этого не должен делать. Но иногда бывает так, что я теряю над собой контроль и ухожу в эту саму критику. Потом быстро ловлю себя на мысли о том, что это не нужно. Это не то, чем я должен заниматься и не то, что является моей обязанностью. Поэтому, когда Аброр переводит стрелку на меня и говорит, вот какие у меня недостатки, и говорит, какой я дурак, и у зрителя складывается впечатление, что да, он дурак, в кавычках. И я никак это опровергать не заинтересован. У меня нет такой задачи. У меня в этой дискуссии, в этом обсуждении, в этой критике и так далее есть одна задача. Это доказать то, что после посланника Аллаха религию необходимо брать из Корана и ахл альбейд 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 все. Я этот вопрос обсуждаю. Я не буду доказывать никому, что я умею читать Коран, что я умею разговаривать на арабском мюнеке, что я умею возить автомобиль, что я хороший, у меня хорошее физическое состояние, хорошие спортивные кондиции и так далее и тому подобное. Не буду, мне это не интересно, мне это даже более того противно. Даже если в этих качествах я самый лучший на земле. И так как люди видят, что я не желаю и вообще в эти разговоры не лезу и молчу, они думают, что да, почему он не доказывает, что он знает арабский язык, почему он не разговаривает на арабском языке или почему он какие-то свои другие умения, навыки не доказывает. Они говорят, если бы он умел бы разговаривать на арабском языке, он доказывал бы. Люди так думают, большинство людей так думают. Думают, что все люди вокруг них нуждаются в самоутверждении, нуждаются в том, чтобы как-то себя преподнести в благом свете другим людям. И из этого делают вывод, что да, вот Аброр, например, прекрасно знает арабский язык, а арабский язык это очень важный язык для понимания ислама, а этот человек не знает арабского языка. А сама суть вопроса остается не исследованной, не разобранной, и слушатели вообще ничего не понимают. А что случилось с самой темой? Дискуссия заканчивается, обсуждение заканчивается, но никто ничего, никаких выводов сделать не смог и не сможет. Почему? Потому что сама тема сторонами не обсуждалась, точнее, одной стороной не обсуждалась, он просто увел разговор от сути темы, использовав метод сам дурак, который очень действенен на толпу. Поэтому одной из негативных сторон этих деструктивных методов и отношений к критике и дискуссии является то, что эти методы просто уводят людей от сути вопроса, от сути самого обсуждения. Это во-первых. Во-вторых, это конфликты, это смута, разделение и раздор в обществе. Обратите внимание, мы ранее об этом говорили. Ни одно общество, в том числе и наше небольшое шиитское русскоязычное сообщество, не может и не должно самое главное, не должно обходиться без критики. В первую очередь самокритики и во вторую очередь взаимной критики не должно обходиться. Почему? Потому что, как мы говорили ранее, критика является двигателем роста и развития. мы благодаря этой критике вырабатываем критическое мышление. Мы развиваемся, улучшаем свои навыки, свои умения, свою деятельность, свою, в том числе, и проповедническую деятельность. Мы улучшаем. Поэтому мы не должны обходиться без критики. Критика должна быть в нашем сообществе, среди последователей закономерностью обязательным. Но, так или иначе, мы без критики обойтись не можем. Но невозможно это. Просто-напросто невозможно. Почему? Потому что мы об этом ранее говорили. Потому что мнение людей в силу тех или иных причин, о которых мы также ранее говорили, расходятся. У людей разные мнения, разные точки зрения. И когда я вижу, что кто-то излагает ложную точку зрения на религию, раз учет религии, ложное толкование и понимание религии, я считаю своим долгом указать на это, показать и продемонстрировать, что это ложное понимание религии, это неправильное понимание религии. Я считаю своим долгом высказаться на эту тему. А когда критикуемый человек вместо того чтобы конструктивно подойти к этому обсуждению адекватное отношение выстроить к этой критике он деструктивно начинает использовать методы манипуляции например метод сам дурак и что из этого мы получаем мы получаем столкновение конфликты и фитнес то есть причиной конфликтов и фитнес является не критика не сама критика не то что кто-то кого-то критикуют и или кто-то не согласен с чем-то мнением или с чьей-то позиции и так далее там подобное а причиной взаимных оскорблений взаимные ненависти конфликтов и смуты является деструктивное отношение к этой критике и поэтому когда нас критикуют мы должны конструктивно подойти к этому вопросу мы уже ранее чуть указали немного на то каким должно быть конструктивное отношение критики необходимо изучить эту критику использовать ее для своего роста и развития вне зависимости от того эта критика обоснованная или же не обоснованная а деструктивное отношение критики когда мы переводим стрелку и начинаем играть в сам дурак это отношение приводит к взаимопрократием взаимоскорблением взаимоненависти конфликтам в нашем и так небольшом и слабом шиитском сообществе сообществе альбейт последователей альбейт алейкум салат тем более когда речь идет о лидерах мнения о проповедниках у которых есть твои последователи есть свои друзья люди которые прислушиваются к их мнению даже если этих последователей совершенно немного буквально пару человек почему потому что они видят что их авторитета и уважаемого имя человека раскритиковали и в ответ на эту критику тот проявил агрессию и те вслед и инертно след за этим также могут конечно не все такие потому что находятся зрелые адекватные люди но слабые и менее адекватные люди они могут последовать примеру своего авторитета и также развивать этот конфликт деструктивное отношение критики приводят к конфликтам которых нам необходимо избегать поэтому необходимо устраивать конструктивное отношение критики это во-вторых первое пагубное последствия деструктивного отношения критики это отвлечение от сути вопрос от темы от сути критики во вторых это конфликты ничем не оправданы никому не нужны всех раздражающие всех загоняющий в стресс из переживания конфликты и разногласий взаима ненависть взаимоскорбление это во вторых в третьих это конечно же то что критик когда критикуемый вместо того чтобы выстроить конструктивное отношение критики он начинает играть в игру сам дурак или использует другие деструктивные методы оскорбляет своего критикующего обвиняет его вешает на него ярлыки и так далее и там подобное этим он только теряет свой авторитет и люди теряют доверие к этому человеку деструктивное отношение критики приводят к снижению доверия даже среди тех кто фанатичен к этому человеку например я если кто-то меня критикует а я в ответ на критику а начинаю оскорблять находить недостатки играть с ним в игру сам дурак вешать на него ярлыки обвинять его во лжи в клевете и так далее и там подобное это приводит к снижению доверия ко мне в обществе даже среди тех людей которые фанатично следуют моему мнению и моей позиции и даже среди тех кто продолжает видеть во мне авторитета но вот это вот деструктивное моё поведение и неадекватное моё поведение оно подсознательно воздействует на этих фанатичных людей даже на этих фанатичных людей не говоря уже о других более объективных более адекватных и более беспристрастных людей поэтому в любом случае деструктивное отношение критики приводят к снижению доверия это в третьих четвертых деструктивное отношение свидетельствует они профессионализме этого человека потому что профессиональное и научное и адекватное и конструктивное отношение критики заключается в абсолютно другом не в том чтобы играть в игру сам дурак искать недостатки критикующим вешать на него ярлыки необоснованно обвинять его в чем-то выстраивать вас по отношению к нему предвзятое отношение это свидетельствует они профессионализме они пригодности даже общественной деятельности свидетельствует о том что человек который выстраивает вот такое деструктивное отношение критики и дискуссиям он вообще не пригоден ни для какой общественной деятельности в том числе и даже в первую очередь не пригоден для того чтобы вести религиозную деятельность религиозной проповеди потому что его отношение его поведение приводят исключительно к неоправданными никому никому не нужным конфликтам оскорблениям взаимоненависти и так далее а задачи религиозного деятеля заключается как раз таки в обратном в том чтобы минимизировать этот эффект оптимизировать этот процесс таким образом чтобы всеми возможными способами и средствами избежать никому не нужны и ничем не оправданной взаимоненависти и оскорблений и конфликтов это четвертых и в пятых недостаток деструктивного отношения критики заключаются в том что это просто-напросто непродуктивно просто-напросто непродуктивно не приносит полезных плодов у этого нет нужных и необходимых плодов наоборот как мы уже сказали ранее плоды совершенно не нужны совершенно пагубные те же там и взаимооскорбления взаимоненависть конфликты это те плоды которые никому не нужны хотя в результате критики в процессе критики и ответа на критику в процессе дискуссии должен создаться определенный продукт научный который научит людей критическому мышлению даст людям новые знания откроет перед людьми новые горизонты покажет им известные уже истины с новых углов зрения по-новому откроет возможность для людей по-новому на по-новому посмотреть уже на известный вопрос и так далее там подобное а играя например в качестве примера привожу в ту же игру сам дурак мы просто лишаемся всех этих плодов как например в той же дискуссии опять таки я привожу это исключительно для примера для того чтобы было понятно в той же дискуссии с оброром но какой какой мы результат в итоге этой дискуссии получили люди какую пользу от этого получили они узнали что я плохой что я чего-то не умею я чего-то не знаю ну какая в этом польза ну предположим предположим вот узнали они об этом убедились они в этом какая в этом польза какая польза для них в этом а если бы оброр акцентировал бы свое внимание на теме нашего разговора и по сути ответил бы на мои доводы и аргументы и аргументировал бы и доказал бы свою позицию то люди получили бы знания посмотрели бы на этот вопрос по новому они увидели бы что например мои доводы и аргументы более убедительны или же нет посмотрели бы более внимательные tym часу что например его доводы и аргументы более убедительны поэтому это не продуктивно деструктивный ответ деструктивное отношение к критике и научным обсуждением дискуссии это не продуктивно и так мы подытожим и подведем итог в конечном итоге правильным отношением в критике и в дискуссиях является то чтобы мы акцентировали внимание на сути обсуждения сути вопроса чтобы мы акцентировали свое внимание на доводах и аргументах и по возможности вне зависимости от того являются является ли критика обоснованной или нет по возможности использовали бы эту кричку для своего развития и для улучшения своей работы для улучшения дальнейшей деятельности иншаллах мы это обсуждение также продолжим и в будущих роликах обсудим другие вопросы связанные с этой темой на этом я сегодня заканчиваю и прошу вас не забывать своего нуждающегося брата в дуа вассалам алейкум все намерения Абаракет.